Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Игорь. Мы продолжаем играть в Mass Effect 3 на Безумии. Решил сыгрануть сейчас в Mass Effect 3, потому что меня испортилось. Настроение Skyrim, хотел его попроходить на стриме, но за час игра вылетела. Пять раз, причем я не понимаю, что за фигня с этим Skyrim. Когда записываешь через тот же самый OBS, игра не вылетает, а когда, блин, начинаешь стримить, через тот же самый OBS, игра просто вылетает каждый раз, надоело. Так что, походу, Skyrim буду так проходить, чисто для себя и выкладывать, кому надо. Так, что я, собственно, пока не на стриме, потому что я хочу, во-первых, кодекс прочитать, во-вторых, планеты пообыскивать. В-третьих, посмотреть, что там по армии досталось, в-четвертых, может, по оружию что-то совершенственные какие-то вкрутить, так что давайте. Боже, опять этот человек, человек, блин, так. Так, окей, еще разок. Известные помощники. Кто? А, Тали. Тали Зора, кварианка-механик, родилась в 2161 году на корабле фирмы Райя. Во время своего паломничества, обязательного странствия, в котором кварианцы должны доказать свою пользу флоту, она обнаружила ядро памяти гетов с доказательствами того, что на них работает спектр по имени Сарен Артериус. В итоге Тали Зора стала членом команды корабля Нормандия, где во время битвы за Цитадель служила под началом капитана Шепарда. После уничтожения первой Нормандии, Тали Зора вернулась в мигрирующий флот. Вскоре коллегия адмиралов отправила ее на бывшую кварианскую колонию Хестром, чтобы собрать данные об умирающем солнце этой планеты. Почти весь отряд Тали Зоры погиб в бою с гетами, саму же ее едва успел спасти Шепард и команда, восстановленная Нормандии. Тогда кварианка присоединилась к Шепарду, чтобы помочь ему противостоять коллекционерам. Сегодня же ее местонахождение неизвестно. В смысле неизвестно? Она у нас на корабле, что за херня? Так, а тут что? Ранох. Ранох, засушливая планета, вращающаяся по орбите звезды в системе Тиккуна. Это родная планета кварианцев, на которой они уже не живут. Почти 300 лет назад кварианцы были изгнаны с Раноха-гетами и их синтетическими слугами, разбившими в себе разум и восставшими против создателей. Хотя сейчас Ранох по большей части не заселен, геты заботятся о нем и стремятся восстановить экологию планеты и древние постройки, а также выращивать сельскохозяйственную культуру. На Ранохе нет насекомых, и потому местные растения опыляются с помощью животных. Этот симбиоз флоры и фауны стал причиной ослабленной иммунной системы кварианцев, что существенно затруднено для них заселение других планет после изгнания с Раноха. Для многих кварианцев отнять югетов в родную планету – дело не только о принципе, но и физиологической необходимости. Ну-ка, еще раз, считай, не уник. На Ранохе нет насекомых, поэтому местные растения опыляются с помощью животных. Этот симбиоз флоры и фауны стал причиной ослабленной иммунной системы кварианцев, что существенно затруднено для них заселение других планет после изгнания с Ранохой. Я не понимаю, как животные опыляют, интересно. Суд, что ли, типа? Так, окей. Война со жнецами. Чудо на половине. Контратак атурианцев и кроганов, проводимая на половине, стала примером хитрости, отваги и твердости воли. Сначала атурианцы организовали преднамеренную утечку фальшивых планов боя, в котором была задействована та же тактика, которую они использовали в начале штурма половины. Затем дредноут неудержимый сделал вид, что у него произошла неполадка с ядром двигателя, выйдя из сверхсветовой скорости рядом с минная луной половина. Три других дредноута и их флота в сопровождении отправились на помощь неудержимому. Такая заманчивая цель отвлекла крупный корабль жнецов от половина. После этого в атмосферу половина вошли для выброски челноков, планеров и индивидных капсул турянские десантные корабли. Сначала жнецы не осознали всего масштаба операции, и те из них, кто обнаружил садящиеся корабли, ограничились лишь тем, что послали на них перехват хасков и роя коллекционеров. Это позволило спецвойскам Кроганов наладить связь с сопротивлением на половине и передать его бойцам вооружения, деформирующие бомбы и ядерное оружие. От одновременных атак со всей планеты начали взрываться корабли жнецов. Членами турянского сопротивления удалось пронести бомбы внутри кораблей против противника, когда рабочие десантные корабли жнецов и даже их эсминцы и крупные корабли открылись, чтобы одурманить турянских лидеров. Под контроль турянцев и Кроганов вернулись значительные участки территории. Новости о победе сумели, наконец, поднять боевой дух турянского сопротивления и галактического сообщества. Но в этом бою не обошлось и без жертв. Турянские повстанцы пожертвовали жизнями, чтобы проконтролировать подрыв пронесенной взрывчатки, а в центрах обработки уничтоженных ими было множество гражданских, которые, разумеется, погибли. А погибший генерал Минин Ресвирикс сказал, «Кем бы они ни были при жизни, их смерть не знает себе равных. Они достойны того, чтобы слиться с духом самого половина». Ну, молодцы, что могу сказать. Так. Инопланетные расы и расы в Совете. Азари Ардат Якши. Ардат Якши, демон ночных ветров, называют Азари страдающими генетическими дефектами, не позволяющими им соединять нервную систему с половым партнером, обычным для них образом. Вместо этого Ардат Якши разрушает нервную систему партнера, что в особо тяжелых случаях приводит к его смерти или к гетативному состоянию. Психологи Азари считают, что эта неспособность к ментальному слиянию не дает развиться сочувствию, что в итоге приводит к психопатии. Способы лечения такого дефекта до сих пор не разработаны. Обычная болезнь проявляется в раннем детстве, полностью оформляясь к периоду подросткового сексуального развития. Будучи, как и другие Азари, соблазнительными и сексуально привлекательными, Ардат Якши не способны к деторождению. В древней мифологии Азари Ардат Якши считается богинями разрушения. Во множестве легенд и преданий им отведено место злодеев и антигероев. Вопреки популярного мнения, феномен Ардат Якши не является исключительно редким. Дефекту подтвержден примерно 1% популяции Азари. Но не все Ардат Якши убийцы. Большая их часть, введя закономерно маргинальный образ жизни, заключает и прекращает множество союзов, обычно неудобных или оскорбительных для партнеров. Слухи о синдикатах Ардат Якши не имеют под собой оснований, поскольку Ардат Якши по своей природе не способны к длительному сотрудничеству. Обладая непропорционально большой финансовой мощью, раса Азари использует в силу своей экономики контроль над СМИ, чтобы скрывать патологию Ардат Якши от галактического сообщества, помещая большинство Ардат Якши в закрытые производственные центры или удаляя их от крупных поселений. Самых агрессивных Ардат Якши изолируют от общества, помещая в лечебные или исправительные учреждения. Только в особых случаях они попадают в списки юстициаров на уничтожение. Понятно. Цион. Цион, укрепленная планета, находящаяся под защитой нескольких матриархов Азари, начала снабжать топливом войска Альянса, системы в надежде, что союз людей Азари не даст джинцам ее захватить. После этого вооруженные силы Альянс основали там несколько аванпостов. К людям Азари присоединился небольшой отряд турианцев из частной армии корпоративного конгломерата, ведущего дело на Ционе. Эти три расы так сильно стремятся защитить Цион, что даже межрасовое разногласие отходит на задний план. Силам специального назначения уже удалось отразить и несколько атак женицов, но командиры беспокоятся, что, несмотря на всю юдительность, небольшие отряды женицов могли проскользнуть через заслон. Легион же тоже где-то здесь, по-моему. Я добавила в базу акварянские стратегические данные, у них потрясающие машины. Они могли, они могли, что они могли акварянцию делать по мощности, почему-то он могли было написано, поэтому я не смог фразу нормально прочитать. Так, что я хотел. Я вообще забыл, что мы прошлое серии делали. Но мы дредноут стали спасать, спасали этих кварианцев, чтобы они отошли, это я помню. Где у нас вообще задание? Что-то всё, блин, это по порядку, поэтому уже не поймёшь. Привет, капитан, да. Командор. Ну давай, Шепард. Классная одежда, конечно. Не устану это повторять, просто классно. Так, и чё? Таня. Шепард. Шепард, то есть капитан. Это, ну-ка, история Тария, я уже не помню. Как тебе удалось вернуться во флот Тарии, так это было? Так, история войны, чё? Как началась война с гетами? Адмирал Зен разработал генератор помех, нейтрализующий радар и гетов, не помню, чё-то я. Это что-то вроде светошумового граната. Генератор лишает кораблей гетов боевой эффективности. Мой флот не мог упустить возможность нанести удар. Так, это мы спрашивали, окей. Снова скворианцами, чё? Как это будет вернуться во флоте? Сейчас это обезопасно. Я просто хочу, чтобы мы от этого не уходим. Конечно. Просто забыл, что-то, ребята, сорян. А где Легион-то? Где-то здесь, типа. Где он, где он здесь? Легион-то где? Там, наверное, что-то, да? Это чё скажешь? Геты отправились быстрее, чем мы рассчитывали. Если бы он нас не предупредил, они бы могли нас уничтожить. Похоже, он стоит извиниться перед Легионом. Как бы то ни был совершенно ваш друг, он останется гетом. Гетом, который спас ваш флот. Я хотел бы узнать его лучше, но, боюсь, сейчас я не могу позволить себе доверие. Чё вы хотите? Это мы всё спрашивали. Спасибо, капитан. Так, давайте посмотрим, чё. На нам геты добавились, как минимум. О, боже, опять. 325. Чё тут? Фрегат Норманди СР-2. Так, вот это было. Нормандия оснащена циклоническим барьером, что позволяет проекторам полиэффектомаса создавать пульсирующие барьеры, отражающие непоглощающие кинетические удары. Хотя прочности Нормандии достаточно для ведения космических боев, взнос берёт своё безвоздушное пространство, солнечное облучение, нагрев в режиме маскировки, также работа бортовой термоядерной установки, всё это влияет на сложнейшие корабельные системы. Техники Альянса отремонтировали, модедронизировали и проверили Нормандию, пока она находилась в Доке. Они хотят заверить членов экипаж, что корабль будет функционировать лучше, чем когда-либо. Азарим. Команда с Азари. Был уже команда, нет? Нет. Десант Азари проходит длительную тренировку, чтобы через управление телом и разумом достичь максимальной экономии движения и мыслей. Каждый десантник учит принимать решения и стрелять незамедлительно. Конкретные методы обучения разнятся между отрядами, но в целом десант подготовлен одинаково хорошо. Устраиваемые ими засады, быстрые удары и выверенная тактика позволяют справляться даже с противником, многократно происходящим в Десант Азаре по силе. Самара. Юстициар и древний орден Азарий, задача которого является находить и наказывать тех, кто вредит окружающим. Юстициары строго следуют своему кодексу, сложному своду законов и правил. Напав на невинных, убивая беззащитных, отказываясь признать чужую власть над собой, жнецы выступали против всего, что защищает кодекс. Юстициар Самара забыл обо всех прочих заботах, поклявшихся остановить жнецов даже ценой собственной жизни. Так понятно, ну Самара тут классно, конечно, город. Конвертер нулевого элемента. Заводы по очистке нулевого элемента, крупные комплексы, выбирающие посторонние примеси из материала, которые потом будут использоваться в качестве топлива для межзвездных кораблей и гравитационных генераторов. Это очень ответственный процесс, так как прохождение электрического тока через неочищенный нулевой элемент может привести к взрыву. Строительство такого завода рядом с горным позволяет добывать, очищать и привозить нулевой элемент в рекордные сроки. По-моему, я уже, блин, войска подготовил, да? Запасные топливные баки. Топливные блоки, найденные среди обломков в пределе Валхала, когда-то принадлежали торговому флоту, совершавшему длинные походы в неизученный космос. Блоки было решено использовать в рамках проекта Горн. В рабочем состоянии реакторы Горна потребляют огромное крестогелие-3. Топливные блоки служат аварийным запасом в случае, если оружие требует больше энергии, чем предполагалось. Оптимизированные N-E конденсаторы. Этот аппарат разработала группа инженеров Normandia SR2. Конденсатор типа Dride Note использует теплоноситель на основе нулевого элемента для направления сохранения потоков термоэнергии с большей эффективностью по сравнению с предыдущими дизайнами. Его использовали при создании устройства по протеатским чертежам с Марса. Сориантек. Больше не с Цербером. Инженеры Цербера. Кэрри Чаймбер связалась с несколькими бывшими инженерами Цербера и убедила их в рамках компенсации за прошлые ошибки покинуть угрыти и помочь строить Горн. Подпечатление от предательства Церберам человечества... Человечества и бывшие сотрудники с энтузиазмом взялись за новую работу. Всё. Окей. Ну чё, эскейпом не выходит, что ли? Где? Вот он, наверное, легион, да? Шепард-капитан, мы противостояли попытке создателя Адмирала Зенка фисковать нашу платформу. Она уже достаточно натворила. Ваша помощь отмечена. Ты говоришь, что Гетты выбрали цель укурианских кораблей фермы? Участвующий в войне Гетты собирается прорвать оборону кораблей ферм, выбранные для атаки эскадры, привязанных к серверу на Аронохе. Если корабли фермы будут повреждены, создатели потеряют вооружение, провизию и личный состав. Значит, нам нужно уничтожить сервер? Нет. Программы Геттов будут просто переведены на другие серверы. Они уязвимы лишь через прямой интерфейс. Удаление Геттов с этого сервера предотвратит массовую гибель создателей. Мы будем сопровождать вас на этом задании. Задание, окей. Ещё на Дреноиде ты говорил о Геттах-Еретиках. Что с ними стало, когда мы взорвали спутник? Ваше решение было правильным. Удаление Еретиков уменьшило число союзников старых машин, а вообще правильный выбор сделал. Выходит, ты не жалеешь? Это было логично. Если бы не удалили Еретиков, пришлось бы столкнуться с большим количеством враждебных платформ. Смерть для синтетиков и органиков имеют различные последствия. Вы жалеете, что Еретики были удалены? Ладно, будем героя отыгрывать. Может, именно действия вроде Удаления Геттов-Еретиков обратили твой народ против органиков? Мы не сожалеем. Действие было необходимо, поэтому мы искали вашего совета. Гетты и Ренч сражались с Кварианцами. Что особенно в этом столкновении? Гетты возводили мегаструктуру, которая должна была вместить всех, все воспоминания. Это было бы концом нашей изоляции друг от друга. А Кварианский флот ее атаковал? Да. У нее было уже установлено значительное количество программ, когда создатели начали бомбардировку. У нас не было резервных аппаратных мощностей, чтобы спасти все программы. Некоторые утрачены навсегда. Это война Делагеттов сотрудничает со Жнецами? Да. Представьте, что с каждым гибнущим человеком слабеет ваш собственный разум. Да, неприятные ощущения. Нападение создателю и сузило поле мышления геттов. Выше приоритет был отдан самосохранению. Вы боялись, что вас уничтожат полностью. Мы не испытываем страха, подобно вам, но у нас нет желания быть уничтоженными. Не останавливало я даже перспективу потерять из-за Жнецов все? Очевидно, что это справедливый обмен. Ну, что-то я не успел прочитать так, что-то. А что ты делал после того, как покинул Норманию? Наша физическая платформа вернулась в общность геттов на завалю Персе. Данные, собранные при выполнении задания, подтверждают, что возвращение старых машин было неизбежно. Мы готовились к войне. Значит, геты поверили твоим доказательствам, что Жнецы возвращаются? Разумеется. Вот и бы мне так. Так, окей. Поговорим потом. Мы останемся здесь. Ну, окей. Все понятно, в принципе. Че, вот я вошел, кто-нибудь скажет? Я консервативный. Люблю одними и теми же путями ходить. Так, ладно. Все. Окей. Шепард, командор. Командор, Шепард. Командор, Шепард. Мне нужны файлы. Окей. Чтоб можно было сохраняться. Так, погнали, ребят. Буду прям все системы сейчас, че не обследовало, обследуем. Так, тут все получено. Мика, все, пас, все. Тут мы все обследовали. Сколько я понял. Сто. 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 Дальний обод. Тут нельзя ничего? Чуть не помню. По-моему, в ободе там ничего нет. По-моему, в ободе ничего нельзя, да? Ну, просто помнишь, я обом-то обследовал. Ни фига тут нету. Ммм. Ну-ка, че, аго-то, чарум, хе-струм. Так, а тут на эту не перелететь, наверное. А, вот мат. Понятно. А в мате разве ничего не было? Не понял, че в мате. Что в мате, друзья мои? Мат. Так, ну, эта серия, конечно, невеселая не будет. Так что... Это чисто для меня... Давайте-давайте. Ну, что-то я не посмотрел на планету. Что-то я не посмотрел на планету, ребят. Так, ладно. Еще разок. Чего посмотреть, что за планета? Есть ли у нас такая планета? Тут же больше нет планет. А, мут. Это, че, луна? Понятно. Чего бы запомнить все. Так. Тогда все равно, понятно. Тогда понятно. Вечеринка понятна. Так вот. В скоплении Нимба. И передайте Азари в чистилище обновилище. Ты не помнил, мы в Ниме были уже? Ладно, раз тут ничего нету, значит, я туда не полечу, чтобы бензин не тратить. Посмотрим, что я на следующих этих... Еще заданий много, а планет обследованных я уже, как бы, все, получается, обследовал. Блин, это непонятно, то ли не надо было. Так, а тут че? Так, ну, альперсея, понятно, у нас там ничего не будет. Кастро. Бетаатики, Гамаиды, Близнецы, Руаргусы. Ну, окей. Окей, просто тупо буду отследовать. Ладно, давайте теперь по старой схеме. Странно, а почему? Туда куда ты прилетел? Не понял. Че за фигня? Че, мне другую систему отправил? Не промазал, что ли? А, теперь 100% написано. Блин, то ли я не увидел, ладно. Плачу, тут по старой схеме сначала проверять, потом вам... Показывать, собственно говоря. Окей. Окей. Господи, сегодня как-то туго. Так, ладно, попробуем. Я нашла что-то. Так. Ин-Та-Исей. Так. Схожая с землей атмосфера сделала Ин-Та-Исей отличным кандидатом на колонизацию человечеством. Однако, достаточно высокая температура в сочетании с засушенным климатом предоставляла определенное препятствие для терраформирования земледелия. Было основано на нескольких человеческих городов, однако большая часть населения занималась геологическими изысканиями, работая на ветровых фермах без водных пустынек. В общем, какая-то фигня, кататурянский отряд или что-то, блядь. А нет, как... А, как Лизавра мы нашли. Окей, это хорошо. Так. Топливо, это хорошо. Так, теперь это... Куда мне бежать, если что? Угу. Так, мне... Гидру я оставил, потому что там, или транслятор, там надо это... Ну вот, ребят, собственно говоря, станция Вершина, если вы помните. Находящаяся на стероиде станция Вершина изначально была построена турианцами в качестве секретной командной базы во время восстания Кроганов. Совет предотвратил ее центр для обучения бойцов специального назначения. Боевой стимулятор базы позволяет моделировать различные экстремальные ситуации. Это не та ради станции Вершина, где Бионезия была. А может, я путаю, какая-то еще станция Вершина. Где тут уже? Давай, вот здесь и турианский отряд какой-то нашел, или что? Господи, да где вам? Ну, каждый раз сканер по-разному ищет при перезагрузке, да. Турианский отряд. Все, валим отсюда вниз. Так. Где? Еще где-то. А вот он. На Гаргону мы с вами валим, ребят, там. Окей. Ну, тут, ребята, нынче быстро повезло. Вот она планета, как я понимаю. Ну и что? Какого хрена-то? А, понятно, какого хрена. Блин. Короче, ребят, это... Идиотское, короче... Сохранился, короче, блин. Какие-то мы там... Эти нашли. Стабилизаторы, или что-то в этом духе, короче, не покажу я вам. Ну, вы поняли. Давайте планету прочитаем, все равно. Вот это планета. Тебя не понял, почему не написано 100%? Че за фигня? Ничего. То ли я дурак, то ли лыжи не едут. Нет, вот. Че за фигня была в первый раз. Комарон, лишенная водоема планета. Тонкий атмосферный слой, который состоит из двойки, из углерода и аргона. Поверхность температуры, которая через чайный заказ, состоит в основном из железной руды и залежей никеля. Как и его комарон, всегда обращен одной стороны к звезде, смотрит лицо Гаргоне. Все в другом месте. Это я, наверное, на автосхранение нажал случайно. Улучшенный ретранслятор энергии. Вообще не то сказал я. Че нашел. Так, ладно, пойдемте на Гидру. Собственно говоря, пойдемте на Гидру. Так. С Гидрой главное не лохануться теперь, ладно. Все-таки я сохранюсь. Я уже нашел тут, поэтому... Так, по-моему, вот эта верхняя планета. Я нашла что-то. Так, Канрум. Канрум, небольшая скалистая планета, сохранившая остатки атмосферы, содержащие метан и криптон. Поверхность состоит в основном из магния и залежей углерода. Канрум стал местом победы туреанских миротворцев над полководцем Шиагур во времена восстаний Кроганов. Шиагур, которая была женщиной-полководцем, причем одной из последних женщин, командовала небольшим отрядом. Она добилась высокого положения среди военного командования Кроганов хитростью и обманом. Кроганы сражались за право находиться в ее отряде и погибли вместе с ней. После известия гибели Шиагур многие жаждущие вместе Кроганы и ее поклонники дали клятву заплатить за ее смерть кровью туреанцев, участвовавших в том сражении. В результате несколько тысяч туреанцев были жестоко убиты в открытом бою. С тех пор многие Кроганы с гордостью утверждают, что они обладают кровью Шиагур. Хоровещая, Ягур. Тактильный оптический комплекс, не знаю, давали на такое здание, не помню. Не помню, какой тактильный оптический комплекс. Здесь, по-моему, бензин, что ли. Где? Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Встречу. А, ну не с другой стороны. Не, не свалить успею. Если я попаду по кнопке применить, то успею. Так. Сто процентов, сто процентов, сто процентов, сто процентов, сто процентов, сто процентов, сто процентов. Если сяду на коня, я... Будет проблем дофига. Так, ладно. сколько топливный склад во первых я тут тогда ни хрена не нашел вообще нифига блин на вере тут мы тут были нет и не помню давайте споты к этому сканеру во все стороны прям при вас но по-моему тут ничего нет короче странная система мало блин то ли они потом появятся еще то ли чё тут ничего нету не на задание любой ценой все выполню если уж совсем я не смогу найти это подгляжу потому что никогда обычно не смотрю я думаю все найду как-то странно что мне кажется очень мало систем по сравнению с количеством заданий у нас тогда давайте в бассейне на нос он в нем я тоже ничего не нашел к я помню что на какие-то подсистема открылись ливанасе мы были уже не помню про нас тут про нас ничего нет окей топливный склад я вижу эти систем тут нету нету так что тут какие-то планеты были зародил суркеш понятно понятно я понял отсюда его увозили поэтому нифига тут нету ну странно странно ладно мне кажется что три на и на задание все нашел а там и гулян дофига стадари понятно селианская туманность туманность афины ну окей поехали в селианскую туманность селианская туманта но здесь наверняка ничего не будет и все блин у странных может может что-то он буду на самих заданиях найду или пропущу это получается в спектре то все такими заправил сейчас все равно потыкаю сканером как обычно потом пойдем с вами на цитадельная на следующей серии в этой так но можете еще проматывать интересно канале 1 разведка ханалея указанные низкий потенциал на планете жарче чем должно быть и больше аргона чем нужно галактике крупная планета земного типа укрыта агрессивная атмосфера из аргона азота и углекислого газа на орбите ханалей находится только небольшие научной станции теперь разрушены женицами тут что-то есть ну ладно окей я думаю ничего не будет где там давай а господи давай уже что-то геморр на доктор джейлис чем видите докторов по зачем мне доктору сто процентов ну не знаю доктор джекил какой-то так туманность афины вот еще есть так сто процентов сто процентов смарт на это получается собственно говоря все потому что тут я ничего не мне кажется тут еще должно появиться наверно нет мне кажется вообще все по идее должны быть заполнены то что за зритель здесь вот пустовато еще и вот здесь вот ну хотя черное то можно не должно быть здесь вообще ничего нет что может со временем что-то откроется ну давайте в последнюю слетаем мне кажется в афинах я тоже был нет не был окей не был так не был ну-ка давайте прям посерединке достает по идее надо все эти планеты выписывать что ли я не знаю как запомнить задание это так не высвечивается это ура ледяной гигант из водорода метана ядра который состоит из замерзшего аммиака водородов назвал планету часть древняя за риской богини любви секса путешествий законов пересечении этих сфер поначалу поставил тупик человечестве все на антропологов репродуктивный инстинкт азари строгая экзогамны и до контакта с другими народами они стремились подбирать пару вдали от родины чтобы избежать спаривания с родственниками постоянное путешествие привели к развитию законов о странстве гостеприимстве союзах всем этим видала богиня тавура в каждой цене обратили внимание на тавуру так как ее станции шахтерские базы не обладают большой стратегической ценностью тем не менее сюда наверняка будет направлен разрушитель который должен быть любить их жителей я надеюсь системах которые мы обследовали ничего не появляется мощность там сто процентов я надеюсь что там ничего нет за риски крейсеры вообще причем военные ресурсы находятся сто процентов давайте посмотрим я леса там еще что-то тут вернее нет тут можно еще сады тут можно четыре задания отыграть может получится давайте посмотрим может я ошибаюсь так нарисование сначала слетаем посмотрим посмотрим кей давайте попробуем первую планету своими вдруг попрет первую систему точнее посерединочке ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй давайте проверим сколько тут 50 начат это это было логично то ли с галик то ли галик непонятно кольцо единственного системе газового гиганта покрыта паутиной пыли нулевого элемента скорее всего останками столкнувшихся с одним из спутников планеты астероида добыча порошкообразного нулевого элемента его очистка чрезвычайно затратный процесс элкас комбайн подаль заявку на промышленные работы на эгалики материалху тессии на вторжение жнецов отодвинулась в бюрократии на задний план внецы не тронули установлено здесь оборудование так как больше волнует не окала чё здесь пожалуйста чень по заданию на вылепите истерские корабли за опять же каши то военные ресурсы то мороз какой-то то мороз полный то мороз галактики маленькие чтобы не надо облетать пол галактики так ладно давайте посередине чё серьёзно ничего нет что издевает одно нашу успеем да как вы думаете конечно паранойя паранойя метановый аммиачный газовый гигант на самом большом спутнике которую лусянскими колонистами обнаружен огромные запасы платины азари продавали это драгоценный металл применяемый в изготовлении медицинского оборудования фонду сирта по ценам ниже рыночных эти льготы спасли фонд от банкротства что в свою очередь принесло благо всей галактики гуманитарная деятельность сирта известна всем нет сомнений что жнецы прибыли на планету выбрали запас платины ну вычисли короче запас платины до числа давайте попробуем может смогу его мотать я сомневаюсь переиграем азарийский крейс крейсер опять азарийский крейсер вообще не пойму ну пожалуйста ненененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененен понял спасибо большое почему нет мода напомин на до свидания женицы блин на фига не нужны это быстро а господи да я уже понял отстаньте придурки ну ладно окей дайте мне задание не крейсеры идиоты так свеча толку в итоге вот позанят еще две осталось окей а блин у нас заправиться заправлены оказывается нашел топлив и еще раз заправимся короче странном уж не ошибаюсь мы сейчас мы посмотрим не сейчас следующей серии можете и дальше часу может постримлю так и алессе просто на стриме это не год проходить это скучно народу эту скучно так мне тоже это скучно ночью поделать квесты такие квесты ни хрена женицы долго думали очень заметили я чуть не понял будет или нет давайте проверим просто это сколько ресурсов здесь махом 50 или 100 инженеры азари какое-то говно мне находит 50 ресурсов понятно вот давайте жирить ну блин конечно маловато задание макла вата сингл хам форм форму сигнал чё там у вас рассказывает триколон триколор на небольшая каменистая планета где на протяжении столетий работала за риск и устройство назван названная супер коллайдером кири огромный ускоритель частиц охватывал всю планету вдали орбиты после резких изменений в политике республика азари финансирование было урезано но человеческие ученые предложили деньги рабочую силу для продолжения проекта который с тех пор называется супер коллайдером зюксинда его включили всего за несколько дней до вторжения жнецов войдя в систему войдя в систему жнецы отправили к триколону несколько больших кораблей посчитав супер коллайдер большой угрозой чем больше угрозы чем флот азари у санвеса их выстрелили перебили коллайдеры коллайдера пополам облопки упали на триколон несколько нескольким кораблям обслуживающим коллайдер персонал удалось бежать из-за залпу жнецов последняя система как я понимаю стал я надеюсь что еще на нас крестью что не подумал наверняка еще откроется вернем еще не где ты верни его ни хрена ты как-то далеко верни его окей сохраняемся интересно так посередине останусь теперь меня опять на начало отбросит планет зря ли я ехал или не зря я ехал не царич серьезно как так то блин господи ни разу не угадал прикиньте вот как это закон полиса полиса поясанной кольцами газовый гигант состоящий из водорода гелия небольшого количества аммиака у него 26 спутников но запасы полезных ископаемых давно давно истощены азари но что добывающий комплекса была заброшена когда в системе произошло волнение все все чё тут опять какой-нибудь бомж сидит статуя вот ну хоть что-то нашли я помню что убить тебе жопу я так понимаю все ребята нет не все а что я еще не нашел аааа аааа все ребята хрен ребята что-то еще сюда есть что-то еще есть и где хе-хе-хе-хе-хе лошары где где и понятно до меня только сейчас дошло как можно 20 так не хотят чтобы я над ними издевался огненно мы все равно попробуем их кинуть давай 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 поймали не-не-не-не-не топим-топим-топим василий а по суше надо было реально так делать вообще только сейчас сюда меня нашему случайно абсолютно случайно что-то думала прикольно не то что зашло мы просто вернулись блины им я понял что не каждый раз заново улетает ну и чё блин в итоге ребята что маловато мы нашли мне кажется я сейчас гляну конечно ну давайте еще раз вот отсюда так с такого воносе ничего нету тогда ничего 100 100 100 100 100 100 100 100 в нем и мы ничего не нашли 100 персей ничего нет на дальнем угоде тоже 100 100 100 100 100 в фонской голове тоже ничего не все я предполагаю что здесь где-то что-то появится хотя сейчас может по памяти вспомнить и мы взяли продавайте сразу 100 100 система неприятно безопасное место все он стадель нет стадель сюда порыва тим холлобей страна просто надо ли же нет топливного склада типа да страны чё к чему ну ладно туманность вдова так хочу нас амария только сохранимся отдельно не зря ли столько маялся так смотрим библиотеку по моему мы нашли прошлой серии кодекс древних мне кажется тоже мы нашли я точно не находили от ожогов тоже не находил я кольцо луны не помню так и рис карзы по моему чё-то находили только кажется помех не помню статую нашли как лизавра нашли шифры не знаю танскую сферу нашли ли вы либо носители протанские нашли либо сферу чё-то одно нашли то что не поняла рая где-то рая так она тоже не знаю короче половину точно вроде нашли так пойдемте чё скажешь капитан саманта саманта все а теперь талия появилась никакие бабы нам левые не светят теперь грустно я хотел диана амерс завалить если это возможно то она намекала типа что пока что мне на данный момент ничего от вас не нужно но вдруг потом понадобится так чё тут доктор джелис доктор джелис азаре ученые с научной станции вселенском туманности работал над проблемой нано-контуров которые могли бы решить ряд сложных поведенческих проблем серийных и вы и выкладки доктора подтверждаются данными схемы горна теперь джалиди возглавляет отдел занимаясь психологическими схемами орудий лористский крейсер нефрана весе разаре нефране наверно назван честь города пропавшего подо льдом на южном полюсе тесси броня крейсера покрыта шрамами от атак где-то во время битвы за цитадель в 2083 году команда отказалась маскировать выбоины считая их знаками отличия и напоминаниями как все они были близки гибели исследовательские корабли азари ученые азари на арисоне работали в изоляции чтобы предотвратить кражу результатов исследования академическими кругами или корпорациями их интересовали новые виды полимеров позволивших бы создать дешевый материал одновременно являясь электро и теплоизолятором один из получившихся материалов идеально подходит для облицовки вытяжных камер горна за риски крейсер кибен сибаин боевой корабль азари крейсерского класса сложности во время строительства привели к использованию не про непропорционально большого ядра двигателя что вынудило конструкторов перепланировать корпус запас энергии позволяет сибаин регенерировать кинетические барьеры по мощности равные защитным полям дредноута инженерные азари грациозные шпили свойственной архитектуре азари выглядят обманчиво крупкими на дворце университеты и театры тессе стоят дольше стоят дольше чем существует они цивилизации азари архитектор и приписанный к проекту горн проверяет выдержит ли конструкция сильнейшее давление ошибка в проектировании может привести к тому что при попытке использования горна разорвать на двое суши это гущеннейшее максимум войск уже почти собрал судя по полосочке улучшенные силовые передатчики 15 километров изолировано кабель идущего к регуляторам энергопотока их использования предотвратить перегрузку систем горна при повышенном расходе энергии тактильный оптический комплекс тактильный оптический массив экспериментальный интерфейс для компьютерно теребральные имплантаты позволяет пользователю видеть экран прямо перед собой движение глаз отслеживается что позволяет синхронизировать интерфейс движением рук при обработке данных испытатели говорят о росте эффективности несмотря на первоначальную дезориентацию эту технологию уже используют больше десятка инженеров работающих над горном турянский отряд особого назначения капитан гвардии в единос возглавляет особый отряд отлично зарекомендовавший себя время войны на тетрусе выслеживая катурянских сепаратистов противопоставив себе иерархии во время войны сепаратисты обрушили идущий на сверхсветовой скорости корабль на столицу тетруса азар от веди наса прошел через сражение где ливиальной пустоши и негостеприимных болотах чё население симпатизировать сепаратисты все 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 зависло даже назад не мог вернуться все аренка убить шуискип не работает окей так чё сейчас реально не сделали ни хрена уже 50 минут прошло ну как ни хрена я чисто только почитал до планеты по пошарился собственно грин как будто пять минут прошло рядовой рядовой на уэм створд что ли что-то такое пойдемте еще раз тихо пойду после приезда талии на главную на джокере опять не повисло а сначала судьи говорить потом с джокером жму на джокерами а шепард встает и не двигается надо же какие мрачные эти кварианские адмиралы и даже голыми представить нельзя чтобы расслабиться вдруг там монстры со щупальцами что там машет видели подождите со мной связался легион твоя новая платформа неэффективна у нее слабая гидравлика неустойчивый корпус это разведпродук платформа ее цель незаметно передвигаться среди органика без искусственной эпидермиса достигнуть незаметности будет трудно органика и такой внешности не видят разницу не видит пока не настанет мой час иди сузи неужели озвучил свои мысли вслух да ты приобрела органическую привычку задавать вопросы ответы на которые тебе уже известно я вижу что твое восприятие юмора еще не совсем доработано привет шепард так не 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 бляха муха нахера я сохранился чё это за место вины не пойму на ёперный театр к за каким хреном блин мой гады был ну чё это за херня ребята зашибись чё я делал то я не помню я типа прошелся типа просто посмотрел чё там да марин идиотизм просто тупость какая-то да проходи ты быстрее это по игра ты бесишь уже меня блин просто надо делать отдельное сохранение каждый раз чтобы не было вот такого дерьма еще и скейп тут не работает ну что за вашу мать хорошо хоть и это ничего страшного я не сделал а чё там сказала сузи чем они зачем мы не заметим то место конечно джокера лучше сюда не подходить что за фигня я просто нажму чтобы диалог прошел сохранюсь чтобы не прилипнуть эй ну что двери какие-то хреневшие а чё он там сказал ну а ладно не будем хрен сняли я чё блин ну вообще тупость конечно пойдемте к лиаре зайдем блин не обещай что эшли вообще не разговаривает чё за фигня хоть бы фразу сказала так желая палуба давай палуба чё расскажешь так тут явик он опять будет ну он типа косумить нельзя разговаривать чистофра а нет тут даже такой явик я тут выжил ты уже закончил ходять чьи фонарики взрывать может не стоит мыслить шире но лучше уж целиться в жестянку чем живое существо я права? так? хорошо? молкая чё за херня она прогнала только что сколько лет прошло? ты все воюешь с гетами? 1-0 в пользу человечества привет привет чё за хрень? я вообще не понимаю тут еще есть есть тут еще тут вроде никого нет окей пойдемте к лиаре сходим оба ожидаешь ли ты просто поражаешь Джокер я серьезно у меня много работы давай доброси это всего один вопрос как странно эти поищи нельзя же верить ему что напишут куда она же надежнее спросить подругу о Заре знаешь он будет тебе приставить пока ты не ответишь ах слегка гибкие фестные скальпы в основном состоящие из крючевой ткани и они не болтаются да спасибо я расскажу в Веге что я был прав ну по крайней мере он нашел себе друга блин а чё просто нельзя было ответить если это занимало секунду шо за противная женщина привет еще раз опись контрабандного груза системы юнгис оперативный агент марон отослал запись контрабандного груза корабля класса атабаска властям системы юнгис в опись указана следующая 8000 тонн короче ребят это хрень власти заберут корабль через два часа по запросу посредника правительство юнге согласилась предоставить рабам убежища и гражданцам вмен на будущие услуги не давайте так это продукты платина истребитель альянс перехватчики вот 300 законтра закон трактованных работников рабы с харшана пойманные при пупицке без сожнецов в основном батарианцы понятно удачи на моем доме чо гаруся то опять там скажет как дела шеп или чо он там еще не может умного сказать хрен его знает хрен его знает жаль что так поздно появилась стали ты разминул с рексом да я слышал не могу поверить что удалось излечить генофаг спасибо шепардов думаю если мы справились с генофагом то с детами как-нибудь разберемся ну не знаю генофаг не вооружен и не отстреливается верно зато мы встретились с праматерью молотильщиков с кем долгая история потому что все равно не поверишь тебе город я готова поверить в чем угодно нет правда надо как-нибудь в покер сыграть в общем рад что ты снова с нами а теперь веришь или нет на эту проклятую пушку снова надо откалибровать ты пошел ты в жопу он достал сука опять откалибровать ой смотри с гарусом уже поговорить шепард ты ведь знал что геды будут как-то участвовать в этой войне словно бы одних жнецов недостаточно хорошо что тали с нами она сражается на той же войне что и мы есть новости с половиной есть но не слишком веселые кроганы прибыли во все оружие но они лишь задержат наступление жнецов остановить его не могут не думаю что этого достаточно как-нибудь весточка о семье но со мной связался примарх Виктус ему нужен был совет о размере флота к тому моменту когда будет готов горн я все никак не могу привыкнуть что мне задают такие вопросы и что ты ответил сказал что придется решать либо мы защищаем половин либо идем в наступление а нельзя это как-то совместить только не под таким огнем я же говорил что не привык отвечать на такие вопросы ты знаешь что делаешь гарус поверь мне всем это видно возможно только когда так долго стучишь в дверь она вдруг открывается все не так как я ожидал почему же столько вопросов и от ответа на каждый зависит миллионы жизней ты делаешь все возможное опираясь на то что знаешь это ничем не отличается от службы в СБЦ ты прав хотя я начинаю понимать почему галактика нуждается в хладнокровных диктаторах потому что они доводят дело до конца потому что им плевать на последствия приходится заниматься совершенно безжалостными вычислениями где десяток миллиардов умрет чтобы там двадцать миллиардов могли выжить готовы ли мы к такому ну буду героем все равно сводя войну к арифметике мы окажем не чуть не окажемся не чуть не лучше жнецов сентиментальные слова надеюсь их можно оплатить в жизнь все теперь он калибрует а где он Талли это отлично всегда приятно видеть знакомое лицо хоть и под шлемом если гер до сих пор боготворя жнецов то эта война для них просто рай ну может другой раз окей окей чуваки так тут вроде все да чак вас вряд ли что-то скажет хотя муж на протали что-то скажет я сомневаюсь что он что-то скажет но все равно ладно не такое же долго это дело хорошо что ли вернулся не за рискать я проследила что у нас был хороший запас декста антибиотиков антигистаминных средств капитан нет он ведь сказал не зря зашли не скажу что это конкретно поменяла суть игры но все же все же приятно и одно не пойму зачем нам все эти комнаты по бар чем там все нельзя бухать по моему это вот это бар так нет бар здесь и чё не видел что там хоть кто-то был в этом баре что тут никто не тусует может еще что-то будет конечно что-то мне кажется игра уже к концу катится не лифт давайте на инженерное заглянем где они алис и сюда дианочка проквариант значит вы делаете репортаж про азаре превратившийся вслух жнецов ардат якши нет а я думал такая история как раз для вас скрытая темная сторона самой красивой расы в галактике у нас огромная аудитория среди азаре если я сделал такой репортаж то потеряю ее это похоже на соучастие она на соучастие не видели как быстро прямая демократия может отвернуться от своих союзников нет и не увидите пока я правильно делаю свою работу слушайте блин я пришел к выводу что походу надо после каждого задания заходить потому что прокварианцев она тоже по идее должно что-то сказать нет может так сработает а секонд стар брандс кастинг но интересуется их история с гарвуга мне понравилось конечно но ведь я ж на норманди беседуем капитан вон с моего корабля с проститутка чё к чему это зачем мне его выгонять она мне ничего не сделала так там ничего нету не хочу дойти так когда шеппор сказал мне что ты не норманди я его шансов им не поверила я заметил что создаю ажиотаж среди людей как видно среди кварианцев тоже кварианцы к слову сказать знают каково это терять свой дом насколько я понимаю виноватым в этом вы сами о чем это ты в моем цикле кварианцев не требовались шлемы чтобы выжить вы были главными на своей планете это было очень давно если бы вы не дали жизнь машинам вы и сейчас бы дышать тем воздухом который нужен вам я понимаю ли ара говорила мне что ты необычен а а понимает этот цикл для меня тоже очень необычен мое время для примитивных вариантов считались даже примитивных вариантов считались привлекательными жаль что сейчас некому это оценить кроме может быть капитана что откуда ты знаешь о может я их поговорить их называют геттами да достойный противник зачем ты держишь его на корабле легион помог нам прежде но это по-прежнему машина похоже у протеан были проблемы с естественным разумом жатил они были тем же чем является гетт для этого цикла и что случилось их создатели жили на умирающей планете спасти ее они не могли поэтому они использовали имплантаты чтобы усилить свой разум кажется я догадываюсь что было дальше искусственный разум получил воплощение он мог менять генетический материал на самом низком уровне их потомки превратились в рабов чистых органиков почти не осталось целый народ чудовищ все машины склонны к предательству да что у вас на борту та что у вас на борту не исключение ну первая героя да возможно но он отличается от остальных геттов это вы не знаете наверняка они отличаются от вас сильнее чем даже я то что регион сильно от нас отличается еще не значит ему нельзя доверять вы ошибаетесь просто выбросьте его в шлюз тут такая уверенность органики не знают как они появились может благодаря чуду или стечении обстоятельств это загадка но вот синтетики знает что это мы их создали и они знают что мы не идеальны и что это значит они бессмертны мы нет они рассматривают время как иллюзию мы же этим временем ограничены самое главное машина знает зачем их создали судьи может с этим не согласиться но я понимаю твою мысль они выполняют определенную задачу мы же бесценно блуждаем поисках смысла синтетики не видят зачем нужны органики не стоит им доверять капитан я думаю что все же должен быть способом мирного существования ведь мы же создали их а потом дали им силу чтобы превзойти нас галактики может одновременно существует только одна модель общества идеальный порядок машин или хаос органической жизни выбросите машину в шлюз капитан да щас я придерживаюсь простого правила если машина может говорить убей ее не ну конечно я конечно не думаю так ну что я уже боюсь отступника отыгрывать если честно вдруг чуть не так будет что это вообще у нас вот не знаю у нас уже максимальная репутация что ли вот одна четвертая ступник не знаю насколько тут важна репутация в игре да господи наушники ну пожалуйста господи ну хрена разваливаться так давайте гранаты хочу максимальный запас велич урон он будет запас не так важно всегда подобрать так согласен я больше с я веком какой-то мере на блин выкидывать все равно не хочу я бы сказал будем следить за ними на не выкидывать так чё ребят чонс по баблу меня вот интересует насколько вот это хорошо что такое вообще где спектр вот это насколько хорошая интересно пресс хотел сократить время перезарядки винтовки 2 не жертвы при этом и останавливающей способностью решения стало повышение количества выстрелов который может сделать из винтовки до замены термозаряда чё надо давать и жила для снайперской винтовки но ее громоздкость легко комментируйте повышенной огневой мощью ну понятно понятно чакромет чё такое давайте посмотрим если чё то не помню ха герой вот было ли нет снайперская винтовка я чё герой с низкой скорострельность я не люблю карате вот мне советовали купить мол имбовая нах хотя стоит говно не знаю модифицированная серверная винтовка мотыга является полностью автоматической инженерам удалось решить проблему с отдачей теперь уже лучше комментирует отдачу хотя и носит чуть меньше урон чем стандартного тега потом потому и использовать лучше из бойцов сервера не делающие ни одного выстрела зря это винтовка так и добавить яд какой-то вообще-то не видел гарпун кишок был так хочу что-то новое вроде появилась так ну ладно не буду я ничего такого покупать наверное сиденья хочу поэкспериментировать оружие так что у нас есть а эти ребята идея а вот во первых отдельное дело хочу попробовать клык не знаю нужен ли он я хищник вроде устраивает гадюка мне не понравилось богомол тоже что-то так вот клык но нет смысла блин у нее урон меньше вес больше смысла нету ладно буду значит хищником ходить так чё тут это чё не дергайся вышло на тему урон сосредоточению за счет замедления времени запасы вроде особо не нужен бронебой на модификацию этого поставить нет точность вот вес уменьшаем вот сверх и сверх легкий урон блин это получше то есть модуль концентрации для снайперской винтовки еще какой-то посмотрим но только концентрации надо хоть запоминать где что находится до сих пор не могу запомнить так ближе него это чё так ладно у тобой запасно просто посмотрим не жалко терминус и не буду покупать так это тоже не надо так точность вот бронебой надо это чё уголь купим так это здесь я был да да ярость увеличение боезапаса для нет чё такое ближнего боя нет я уже забыл чё мы ищем прикиньте чё мы ищем то модуль чего то там ладно так тут чё длинненный ствол урон на двадцать пять слушай у нас по-моему есть ну-ка не досмотрел же какого чёрта ничего больше нету нету так повышает урон на семнадцать так понятно чаще увеличить вес да нет так модель живого корабля модель следует легендарь окей ты чё то купил не то ну то что нет да увеличит урона двадцать пять хорошо 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 ребята так чё хотел я вот этот попробовать где он вот хотел попробовать вес больше вместительность почти такая же скорострельность больше урон не подойдет мне она не подойдет скорострельность не люблю я это для меня идеальная скорострельность на наемнике ну-ка чё смотригай вместительность страдает улучшение магазина надо уменьшение веса да может что то есть получше да посмотрим стабильность ствола значит не видно вместительность мне надо и менять не буду давайте посмотрим что тут есть бронебоины наносимый урон точность вес оружия понятно повышает точность увеличить вес нет ничего такого нету собственно говоря мне вот это устраивает и сверхлегкость сверхлегкость 4 магазина 2 мне кажется магазин должен быть для штурмовой винтовки опять опять буду выдорачиваться сорян не могу запомнить длинный ствол вот оно улучшение магазина для штурмовой винтовки берем больше нигде нету нет нету нету да не может быть давай что там что такое а для пистолета так так ничего нету штурмовая винтовка компенсатор геоносатор сверхлегких материалов нету же а там сверхлегких материалов по-моему и так уже для пистолета окей с этим разобрались чё я предлагаю ладно уговорили меня давайте попробуем рассказали попробовать давайте попробуем разоритель сербера по-моему сказали купить давайте купим уговорили я просто точно помню что мне сказали разоритель купи и вообще будешь всех валить типа жесть вообще прям пушка огонь им бывает вообще хотя я вообще по-моему разницы особо не увидел по сравнению с мотыгой где он давайте посмотрим мистительность по-моему где разница скажите мне мистительность есть только побольше по-моему или чё я не знаю ребят то ли я дарак то ли лыжи не едут ну давайте попробую чё мне жалко что ли это все равно я уверен что я буду бегать с наемником мне кажется хотя потому что у него мистительность ну для этого точность да урон такой же с наемника я особо не мажу но естественно мне нравится это что вместительность у него максимально вес меньше намного ну а наемник вообще длсшное походу какое-то оружие так ладно ну попробую с сервером побегать говорили насчет урагана но я им особо не пользуюсь драбон хотел взять какой-нибудь и таган говно давайте сравним с и таганом раз я у него убрал и таган говно вот и горали есть и меткость точность и скорострельность почти такая шучка она вес просто жесть и вес просто жесть и ребята и вместительность говно а да можно да не то что сказать что прям капец как до хрена стало ну окей точность что еще он делает уменьшает вес но походу мне придется уменьшение веса взять и неточность блин давайте проверим вес мин а ну я соответственно эту то уберу нафига она мне надо хотя бы так ну чё все равно что ли вес здоровый жесть офигею ребят четверка запаса тройка давайте я проверю на дробовик лучше играли ничего нет штык для дробовика ствол а мне вес и термоза и боезапас ничего нету понятно ну окей давайте пойму сейчас еще промотаю что там еще есть за и потрошить я какой то есть неплохой с меткостью херова все красивым поставлю меткость и меткость а точность точнее ну да каймор сразу спадает ну-ка апостол какой-то апостол вес меньше урон так метками это скорострель блин ну ладно попробуй иглострелы что мне урон нравится так если я ставлю точность то все херово да ладно мы надеемся что ему хватит ну блин плюс 18 мало конечно так он мне пятерка этот пятерка этот пятерка ну окей эти вообще похоже такое ощущение из одной коллекции походу да хищник тоже сэрбрёвский да нет вроде так что давайте прочитаем хоть програли граиль представители обширной серии круглоскар оружия для охотно молотильщиков заряжается большими иглами способными пробить шкуру молотильщика и проделать глубокую рану идущую к обширной кровопотере чтобы усилить огневую мощь оружие сделано двуствольным в качестве последнее средство снабжено лезвиями которые проглочены владельщик может ранить молотильщика изнутри выстрел из грааля в гуманоида вызывает предсказуемо ужасные последствия может выстреливать с повышенной мощностью на себя увеличенный урон модифицированная сербером винтовка мотега является полностью автоматической инженером удалось решить проблему с отдачей теперь оружие лучше компенсирует отдачу хотя и наносит чуть меньше урона чем стандартная мотега поэтому ее использовать лучше из бойцей сербера не делающие ни одного выстрела че реально меньше урона кажется больше урона у нас почему они так так же урона наносит вообще не вижу больше мотыга наносит окей так мотыга попробуем так побегать так че а где где ты парень привет капитан это ты вывел истребитель из гердского древнона вообще-то пилотировал легион мы с отрядом были в грузовом отсеке ах полетали бы мы с этой птичкой жаль что приходится отдавать ее хакетской группе когда в следующий раз будете взрывать монастырь дай мне знать что вы ушли оттуда ладно мне надо знать по кускам на командира подбирать губы не целиком вообще-то то что там был с тобой думаю у тебя ноги не хуже языка работает никакого взрыва не догнать все 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 что ж значит не работает так пищу скажем я веначу пряча пацаны как то у вас там было сполна и короче было тяжело мягко сказано жаль что я все пропустил на 5 лет а этот герд лиги он знает что вы давно знакомы но ему точно можно доверять Ты уверен, что мы можем верить? Угу. Ха-ха-ха. Легион не похож на остальных гетов. Да, ему можно верить. Как скажешь. Наверное, нельзя судить о ком-то только по представителям вида. Вот смотри на Огонька. Если бы все акварянцы были как она, нам не пришлось бы тушить войну между ними и гетами. Огонёк? Ну да, твоя акварянская подружка. Прыгучая с горячими глазами. Огонёк. Ага. Безумие, что они сейчас полезли в драгу. Но перед концом света ноги слегка слетают с катушек. Слегка слетают. Ну, не все ж такие чокнули, как вы, сэр. Это было грубо, не находишь? Охрен, меня опять начало вернули. Чё ещё? Чё-нибудь. Не понимаю акварянцев. Вот просто не понимаю. Жду отмашки. Хватит? Отмахнули. Огонь. Окей. Каюта. Зайдём в каюту. Можно, можно, можно кого-то вызвать. Я туда пошёл. О. Блин, нет вроде. Хомяк. Моя мстя была ужасна. Мы сделали это так по стандарту с моим ходить. Ну, кто-то ходит ко мне. Ну, вроде всё. Так, не, давайте, ребят, ещё раз уж такая пляска пошла. Где музон? Почему он всё время отрубается-то? Да, оно какое-то. Чё выключается? Капец, мне нечего даже послушать. Так. Ещё раз проверю, всё. Члемы какой-то купили, помните? Как тут здоровье даёт. Урон и время восстановления умений. Так, этот был, этот был. Так, урон от оружия. Я не понял, где наш боезапас? Почему у меня боезапас не увеличен? Не понял. Так, восстановление умений. Так, чё? Восстановление счета. Вот он, боезапас. Ну, что это за ужас? Скажите мне, ребят. Что это за хрень? А это чё давал нам? Так, это чуть-чуть здоровье давал, да? Да. Да. Ну и говно. Боезапас, усиление счета. Чё? Ааа, выстрел в голову. Так. Урон движнего боя. Так, вот это здоровье даёт. Это вообще одинаковое такое ощущение. Ну да. Нифига маска смерти. Чё он даёт. Ааа, прикольная маска. Носить не буду. Так всё здорово. Так. Ну короче. Смотрим. Либо щит. Либо щит. Либо боезапас. Потому что мы щас. Либо восстановление. Блин. Мы щас восстановлили. Блин. Вот мне не нравится этот тип. Эээ. Это чё? Восстановление умений. Ну. Тоже щас надо уже. Блин. Ну этот мне однозначно надоел. Уменьшается. Там, либо вот этот. Либо вот этот. Либо вот этот. Боезапас или это? Эээ. Либо усиление щита. А где восстановление щита? Вот. Установление щита. Ээээ. Ладно давайте с этим походим хрен с ней. Грудь. Установление щита. Отлично. Чё у меня это здоровье? Хераси здоровьи уменьшается. Урон от умения. Урон от оружия. Неи, неи, неи. перчатки ближний бой пойму чудо урон от умений усиление счета здоровье но раз уж и так сделал давайте тогда здоровье так возьмем грудь то чем не дает грудь дает здоровье это да нет тогда это значит на усиление счета его восстановление счета давайте подает так рукавицы становление умений когда давал здоровье восстановление умения урон от оружия урон от оружия нет тогда чё боезапас боезапас восстановления здоровья так ладно урон от оружия как-то хреново я сделал да ну ладно пусть пока так будет почему не боезапас дает уже забыл что мне боезапас дает грудь что мне дает боезапас ладно ладно чуть-чуть походим хрен с ним чё ты чё такое он давайте чуть-чуть выберем мне какой был и какой у меня был меня вот это меня был так ладно посмотришь уже не помню в каких мы в цветах ходили в каких не ходили если честно какой по его я не видел этот или этот я не хотел бы либо этот либо этот да давайте такой окей так но взор меня устраивает это материал же менял а материал не менял я на материал не такой строительство сочетан на узор мне очень-то понравился поэтому поэтому увы ах ребята туча он более черный вытача пусть не буду это общение серьезно так это чудо г еще живу подсветку господи кто там эту подсветку видеть там вообще ни один не подходит на даже черный черный был нет у них это херня светила к черта или нет нет ничем не светило руки все друзья вот такая серия надеюсь вам понравилось хотя вряд ли подготовка походу на цитадели рыбок все больше и больше вот эту купили здоровый что ли не помню кто-то рублей у нас тут прибавилось явно походу корабли уже такое ощущение что почти все и потому что вообще все ну окей в руку вернемся и вам всем спасибо за просмотр хорошего настроения и до скорых встреч